В лекции. Следующий спикер, в частности, это Никита Капитанов, сотрудник Нижегородского планетария имени Гречко. И тема, я специально перед этим посмотрел, его фамилию «Ударение на Е». Вот, я вам честно признаюсь, телескоп как инструмент астронома. Да, добрый день, меня зовут Никита, найти меня можно в Нижегородском планетарии имени Георгия Михайловича Гречко. Временно мы находимся в Мининском университете, если что, заходите. У меня, по-моему, уже есть, и он не работает. Отлично. Вообще, история телескопа, она длинная, но мы начнем чуть-чуть раньше, вообще, с первых оптических приборов в принципе. Первыми оптическими приборами, судя по всему, были очки. И таковые находились еще вообще в доисторических всяких раскопках, типа гробницы Тутанхамона и прочее. Но вряд ли эти очки носили характер, ну, вряд ли они были для коррекции зрения. Скорее всего, они были просто украшениями. Очки же для коррекции зрения появляются в Средневековье. Это разные источники, говорят, XI, XII, XIII век. Но для нас это не сильно важно. Важно, что вслед за очками появляется вот такая интересная штука. Она называется лорнет. Это, по сути, такие очки, вот с такой складывающейся оправой, которые позволяют, сложив линзы, удвоить их оптическую силу и получить более сильный монокль. Это, собственно, и есть принцип работы телескопа. Мы совмещаем две разные линзы. Только здесь они еще пока не разные. И чтобы догадаться о том, что нужны разные линзы, прошли века до этого момента. Здесь у нас, да, два замечательных человека. Ханс Леперсхей и Захариус Янсен. Это наиболее вероятные отцы телескопа. Вообще, рубеж XVI-XVII века — это такой период, когда стекловарение, обработка, шлифовка стекол уже повсеместно в Европе развиты. Но вот Голландия — это была самая развитая в технологическом плане территория в то время. И эти двое товарищей даже были соседями. Они жили в одном городе, как утверждают даже, на соседних улицах. Вообще, считается официально все-таки, что изобретение телескопа принадлежит Хансу Леперсхейу, а именно подзорной трубы. Но когда вот совсем недавно в Нидерландах праздновали 400-летие изобретения телескопа, на памятной монете выбиты оба портрета. Поэтому, ну, какого-то, сказать, что вот окончательного какого-то вот решения о том, кто же из них все-таки является автором телескопа, я думаю, тут все не намного проще, чем и с очками. Мы вряд ли узнаем. По одной из версий, Леперсхей увидел, как его дети играют с двумя линзами и получают увеличенное изображение каких-то предметов, просто совместив две разные линзы. И решил это опробовать. Произошел такой некий обратный инжиниринг, да, как сейчас модно говорить. И результатом стало что-то вроде этого. Это подзорная труба из той же эпохи, она не принадлежит работе Леперсхея, она просто на нее похожа. И он продемонстрировал свое изобретение на дворе с самого начала 17 века. И из Гаги, из башни в Гаги, увидели показания часов на башне в городе Делфте. Считается, ну, там, как утверждается, около 15 километров было между этими объектами. И имела большой успех демонстрация. Военные сразу себе заказали в образцы, причем они просили сдвоенную трубу, чтобы можно было двумя глазами смотреть сразу. Грубо говоря, они попросили бинокль. Вообще, с точки зрения астрономии, конечно, для нас это все мало имеет значения. С точки зрения астрономии телескоп уже совершенно точно и персонифицированно начинается с Галилео Галилея. До него быстро дошли слухи о чудо-трубе из Голландии. И для него не составило труда разобраться в его конструкции и сделать свой собственный вариант. После чего он продемонстрировал его местной знати, Дожу Венеции. Демонстрация тоже прошла очень успешно. И он был награжден, во-первых, большой суммой денег и получил пост профессора в университете. То есть заслуги его были оценены высоко. И, собственно, первые открытия в астрономии, которые до нас дошли, они связаны с Галилео Галилеем. Он первый увидел рельеф Луны. Здесь вы можете примерно сравнить, как мы в современной телескопе можем видеть поверхность Луны и как видел он. Конечно, инструменты тех лет были крайне несовершенны. Любой телескоп, который вы сегодня купите на Авито за 3000 рублей, он, скорее всего, будет лучше инструмента, который использовал Галилей. Попытался даже измерить их высоту. Конечно, в его расчетах не могло не быть ошибок, но принцип был оценки верным. И еще, да, это, наверное, самое важное его открытие, это открытие движения спутников Юпитера. Понаблюдав Юпитер, он видел, что он окружен маленькими четырьмя звездочками. Он называл их, кстати, медичийскими звездами. И те названия спутников Юпитера, которые мы используем сегодня, они стали популярны лишь с середины 20 века. Сам же он называл их медичийские звезды 1, 2, 3, 4. И, пронаблюдав их достаточно длительное время, он пришел к выводу, что да, они вокруг него вращаются прямо как планеты в Солнечной системе, которые должны вращаться вокруг Солнца, так же, как спутники вращаются вокруг Юпитера. Тут интуиция его не подвела. В то время, конечно, и в том месте такие утверждения даже могли быть наказаны. Вы знаете, что у Галилея была не самая простая судьба. И он почти открыл кольца Сатурна. Когда он на них смотрел, он зарисовал, это его реальная зарисовка, он увидел, что это такое, планету с ушами. Он свое наблюдение в виде анаграммы зафиксировал, тогда это было модно. Анаграмма звучала как что-то вроде «высочайшую планету тройную наблюдал». Это цитата, в то время так просто изъяснялись. Потом, впоследствии, я это наблюдал в 1610 году, и было раскрытие колец, они еще были видны. Спустя два года Сатурн к нам был повернут так, что кольца прямо мы смотрели на них в ребро. И, соответственно, их не было видно совсем. Повторное наблюдение показали, никаких ушей нет. Ну ладно, что-то в тот раз было не так, не разобрался. Уже гораздо позже разберется христиан Гюзгин с этим. Открытие колец все-таки закреплено за ним. А вот, собственно, инструменты, которые использовал Галилей. Самый большой инструмент, который здесь, видите, если не ошибаюсь, имел апертуру то ли 68, то ли 69 миллиметров и был рефрактором. Это телескоп с линзами. Когда присловят телескоп, первое, о чем вы подумаете, скорее всего, будет что-то вроде такого. Принцип работы этого телескопа заключается в преломлении лучей. Линза имеет кривизну, и параллельные лучи света преломляются и проходят точку фокусировки. Далее уже в окуляре вы получаете, как правило, перевернутое изображение. Это, в принципе, галилеевая труба. Это самый простой инструмент, который вообще может быть. И сейчас вы такие уже не найдете. Ту трубу, которую вы купите сегодня, она уже будет трубой Кеплера. Немножечко усовершенствованный вариант. У линзовых телескопов есть серьезный недостаток. Это хроматизм. Свет разных линвон преломляется по-разному, на разные углы. И, соответственно, для света разных цветов точка фокусировки будет смещена. И задача бы как бы поплотнее расположить. Вот видите, точки фокусировки расходятся. Это, конечно, довольно примитивная интерпретация, но все равно видно, что они расходятся для разных цветов. И хотелось бы их сжать поближе, как можно ближе к одной точке. На практике хроматизм выглядит так. Кто носит очки, можете даже позамечать, что при некоторых углах зрения изображение обрастает синенькой или красненькой каемочкой. Бороться с этим можно разными способами. Один из способов — увеличить фокусное расстояние телескопа. Чем оно больше, тем несовпадение углов становится менее значительным. И вот здесь мы видим этого монстра, польского астронома Яна Гивили. Его, если не ошибаюсь, фокусное расстояние что-то под 40 метров. Пользоваться, наверное, им было крайне проблематично, и распространение такие инструменты не получили. Позже еще расскажу, почему большие рефракторы, можно сказать, невозможны. Впоследствии появились другие способы борьбы с хроматизмом. Это так называемые ахроматы. Если соединить правильно две линзы с разным коэффициентом преломления, то можно хотя бы для двух линвов сместить точку фокуса в одну. Многие любительские телескопы уже вот этим так называемым ахроматическим дублетом обладают. Авторство этой конструкции принадлежит английскому оптику Джону Долланду. Так считается, потому что в то время многие занимались оптикой, и многие пытались найти способ решения вот этой проблемы хроматизма. И распространено мнение, что именно он является первооткрывателем этой линзы. И как мы позднее еще увидим, что в принципе, если взять не дублет, а триплет из трех правильно подобранных стекол, то можно все три линии сместить в одну точку, и кайма исчезнет. Останется только естественная атмосферная рефракция. Атмосфера — это очень плохая линза, и поэтому даже в телескопе, в котором хроматизма нет вообще, он будет, потому что он атмосферный останется. И это сын Джона Долланда, Питер Долланд, и это именно он основал собственную компанию оптическую, где занимался разработкой стекол. Отец к нему позже просто присоединился. Здесь у нас Исаак Ньютон, который в свое время совершил... Ну, все великие люди часто ошибались. Ошибка Ньютона заключалась в том, что он считал, что хроматизм победить в линзовых телескопах нельзя. Хотя предсказания, что это можно сделать, были. Но гений породил другое решение проблемы. Телескоп зеркальный. Раз преломляются лучи по-разному, отражаются-то они одинаково, и эту проблему можно забороть. У этого телескопа порядка... Вот слева видите как раз это сам телескоп Ньютона. У него апертура что-то вроде 88 мм, или что-то около того, точно не помню. А справа вот можете увидеть уже современный вариант такого довольно большого рефлектора на монтировке Добсона. Конструкция тоже достаточно простая. Основное зеркало, оно вогнатое, в идеале параболическое. Это одна из проблем, мы позже к ней вернемся. Второе зеркало у нас вторичное, оно плоское и отводит уже луч в сторону, где мы его уже наблюдаем в окуляре. У таких телескопов много преимуществ. Они проще в изготовлении, их можно делать по-настоящему большими, и они получаются в целом дешевле. Но и недостатки у них тоже есть. И главный недостаток как раз связан с формой основного зеркала. Очень трудно получить параболическое зеркало, правильное. Поэтому большинство зеркал, они все-таки имеют явно или неявно выраженную сферичность, что вытекает в другие аберрации. Вот, если вы можете видеть, справа у нас такая, так скажем, таблица аберраций, вы можете увидеть хроматизм, как примерно может выглядеть. Сферическая аберрация тоже очень распространенная аберрация, как на рефракторах, так и на рефлекторах. И кома. Вот, это одна из самых больших проблем, которые есть на зеркальных телескопах. У таких телескопов большая светосила. Это, грубо говоря, у них большой диаметр относительно их длины. И, соответственно, много лучей попадает над зеркало под углом. И по краям поля зрения объекты начинают обрастать хвостом. Кома, собственно, это и обозначает. И вторая проблема — это астигматизм. Тоже я здесь не вижу много людей в очках, но люди, страдающие астигматизмом, меня поймут. У меня он тоже есть. И вот, если вы, глядя на ночной город, видите вытягивающиеся лучики у светящихся объектов, у вас астигматизм. И рекомендуем вам сходить к офтальмологу. Можно побороть проблемы предыдущих двух типов телескопов новым типом телескопов. Это зеркально-линзовые телескопы или катодиоптрики. У нас планетарии такие есть. Мы иногда наблюдения проводим. Можете у нас в такой тоже посмотреть. Конструкций таких телескопов множество. Принцип у всех один. Как правило, это берется основное зеркало, то есть в основе это все-таки рефлектор, и добавляются к нему корректирующие элементы, как правило, в виде линзы. И вот у нас получается зеркально-линзовый телескоп. Это так называемая система Максутова-Кассегрена. Она наиболее распространена из таких телескопов. У нас только таких конкретно телескопов два. Но телескопы на схеме Кассегрена, как сверху, они были предложены еще во времена Ньютона. Их просто было очень тяжело изготовить. Основное отличие, как видите, заключается в том, что поток лучей отводится не в сторону вторичного зеркала, а он сохраняет свою ось, просто проходит дальше. Очень интересная схема, так называемый Шмидт-Кассегрен. Это, наверное, любимый инструмент. У нас есть таких тоже два. Один большой, один поменьше. Как по мне, это самое качественное изображение показывает именно Шмидт-Кассегрены. В них много какие аберрации побеждены, и они дают очень хорошую четкую картинку. И внизу мы видим схему Ричи Кретьена-Кассегрена. Такое у нас тоже есть в единственном экземпляре. Такую, кстати, схему имеет телескоп Хаббл. А для Хаббла бы плохую, конечно, не выбрали. Разумеется, у телескопов есть преимущества и недостатки. Если мы говорим о рефракторах, то они, как правило, небольшие, они недорогие. Их просто эксплуатировать, труба закрыта, туда влага, пыль не попадает. Более или менее нормально остывает, не идеально, но все же. Но они не обладают большой светосилой, и вы не сможете наблюдать в небольшой рефрактор, это тусклые объекты. А большинство объектов, реально интересных на небе, они очень тусклые. И там светосила начинает решать. Ну и хроматизм. Без него никуда. Вряд ли у вас будут деньги на какой-нибудь апохроматический триплет. Такие телескопы крайне дорогие, и поэтому тот рефрактор, который вы купите, скорее всего, он будет в лучшем случае охроматом. И рекомендации, соответственно, это хороший выбор для первого телескопа, какой-нибудь небольшой рефрактор, и наблюдение ярких объектов. Луны, планет, можно с балкона, для этого даже не нужно выезжать за город. Яркие объекты видны и в городе. Ну вот, я подобрал скриншотик, с авито 1. Да, вот за 5, даже за 3 тысячи можно найти, это вот прям самый низ. Но, в принципе, там в районе десятки уже выбор хороший есть. Так что можно присмотреться. Я чуть-чуть позже еще вернусь к подержанным телескопам. Рефлектор. Это большая светосила и умеренная цена. Умеренная цена, что я подразумеваю под этим? С ростом апертуры цена растет очень быстро. И этот рост цены у рефлекторов самый медленный. То есть, если вы хотите взять линзовый телескоп с апертурой 250 мм, то вам придется продать много почек. А здесь цена вполне умеренно. Такой аппарат с апертурой 250 мм будет стоить, можно в 100 тысяч рублей уложиться в новый. То есть, можно найти и дешевле будет. Это относительно недорого за такую апертуру. Хроматизма в них не будет, но будут, во-первых, другие аберрации, характерные для рефлекторов. Он громоздкий, его тяжело с собой возить. А возить его с собой нужно, потому что главное преимущество этого телескопа это смотреть на тусклые объекты далеко за городом. То есть, самый лучший вариант использования этого телескопа уехать максимально далеко от города. В нашем случае, вот от нижнего, нужно отъехать километров на 150. И еще надо знать, куда ехать. Ну, вот тоже вариант объявления с Авито. Они уже, конечно, подороже рефлекторов, но здесь и апертура уже почти 120 мм. И вот типичное внизу описание объявления с Авито. Инструмент новый, не пользовались. Да, астрономия и увлечение сложная, и большинство телескопов, которые вы найдете на Авито, использовались один, два, три, пять раз, и все. И они отправляются на балкон, и тут появляетесь вы. Да, и этот телескоп становится вашим, с хорошим дисконтом, хотя он реально практически новый, скорее всего. Какая у нас ситуация с катодиоптриками? Ну, они удобные. Как правило, они компактные, они мощные, у них светосила есть, и аберрации минимум. Из балкона можно наблюдать, и за город выехать, но это все дорого. То есть, вот такой телескоп тоже, у него апертура 127 мм, но он стоит порядка того большого. Тоже в районе 100 тысяч рублей. И они уже годны для астрофотографии. Астрофотография — это такая вещь, которая уже требует снижения аберраций сильного, чтобы там что-то было видно. И здесь уже нужен хороший телескоп. Ну вот, какой-то мне попался совсем маленький 90-мм Максутов. Я бы, честно говоря, побоялся такой взять, но кто знает, может быть, у него действительно что-то хорошо видно. Теперь немножко по-настоящему большие игрушки. Вот это самый большой линзовый телескоп, который есть вообще в мире. Он расположен в штате Иллинойс, в Чикагской обсерватории, и у него диаметр зеркала 1040 мм. Больше делать, диаметр линзы, прошу прощения, больше делать линзу просто нельзя. Вот вы можете видеть, как процедура шлифования как раз линзы происходит. Она, во-первых, весит 225 кг. И если вы сделаете линзу больше, стекло, оно все-таки, оно имеет некоторую упругость, оно начнет провисать под собственным весом. И это выльется в новой аберрации. Уже опять вылезет кома, астигматизмы эти всевозможные. Поэтому вот это вот в районе метра это предел для линзовых телескопов. И больше телескопов существовал один единственный раз, и он был совсем чуть-чуть больше. Это самый большой, вообще, наверное, самый интересный телескоп, который я лично смотрел. Он расположен в планетарии в Калужском. Если кто окажется, обязательно сходите в обсерваторию. У него апертура 250 мм и апохроматический триплет. Он дает очень хорошее изображение. И у него и светосила большая. То есть, ну, понятное дело, но стоит он каких-то, наверное, вообще сумасшедших денег. Я бы такой хотел, да. Думаю, что вы тоже. Это самый большой телескоп, который вообще у нас в стране есть. Его апертура 6 метров. И расположен он в Карачаево-Черкесии, поселок Нижний Архыс. Туда организуются туры. И кто не был, тоже рекомендую вам там побывать. И долгое время это был самый большой телескоп с монолитным зеркалом. Большинство телескопов имеют сегментированные зеркала. Вот здесь вы можете видеть табличку такую хорошую из Википедии. Точнее, голубоватый цвет — это телескопы, расположенные на территории Соединенных Штатов. Зеленый цвет — это телескопы, расположенные на территории Чили. В чилийской пустыне Атакама это лучшее вообще место на планете, откуда можно вести наблюдение. И видите, зеленых телескопов много. Полупрозрачным обозначены телескопы, которые строятся. Вот этот уже полным цветом обозначены телескопы, которые уже давно в строю. Ну и вот черненьким цветом можно видеть космические телескопы, которые тоже уже существуют. Это самая совершенная на сегодняшний день, повторюсь, уточню, уточняю, установка наблюдательная, которая на поверхности Земли есть. Этот телескоп называется VLT, Рашфродс как Very Large Telescope, очень большой телескоп. Это система из четырех телескопов с большими зеркалами, они восьмиметровые. Собственно, когда они появились, БТА перестал быть самым большим телескопом с монолитным зеркалом. Есть куча вспомогательных телескопов, которые ищут объекты на небе, чтобы посмотреть. Находят что-то интересное, на него наводятся все остальные четыре телескопа, и они могут в режиме интерферометра наблюдать, как один единый телескоп с зеркалом примерно 16 метров. По мощности он сравним с телескопом Hubble, который вообще за пределами атмосферы. Вот еще немножечко больших телескопов. Это большой южноафриканский телескоп. Зеркала сегментированы. Кстати, изготовлены эти зеркала на Лайткарецком заводе оптического стекла у нас в Подмосковье. И есть еще пара телескопов в мире, где зеркала сделаны там же. Диаметр зеркала 10 метров. Здесь это большой канарский телескоп. На сегодняшний день самый большой вообще. В принципе, наземный телескоп. У него зеркало более 10 метров. Это большой Магелланов телескоп, который появится в Чили через несколько лет. И 30-метровый телескоп, который появится на горе Маунакея на Гавайях. Тоже в ближайшие годы. По-моему, у этого телескопа 27-й год введения в эксплуатацию. Все эти телескопы расположены, как правило, в горах, чтобы снизить влияние атмосферы. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше света до вас добирается. И здесь можно как раз видеть, что в зависимости от длины наблюдаемой волны проницаемость очень разная. Поэтому на некоторых длинных волн можно наблюдать, просто поднявшись достаточно высоко. Вот интересный такой телескоп «София». Он инфракрасный. С поверхности Земли инфракрасный не видно совсем космический. В горах чуть-чуть. А на высоте 15 километров уже почти как космический телескоп. Видно инфракрасный спектр. Телескоп этот уже свою работу завершил. В декабре прошлого года как раз самолет уже последнее приземление совершил. Зеркало снимет и отправит в Германию в музей. За пределами атмосферы, конечно, у телескопов возможностей гораздо больше. Я думаю, силуэт этого телескопа многим известен. Это космический телескоп «Хаббл», который уже четвертое десятилетие трудится. И это самый продуктивный инструмент, научный вообще за всю историю существования человечества. По его работам более 15 тысяч статей написано. И он действительно много больших открытий сделал. История его была трудной тоже. Это был мегапроект настоящий. Полететь он должен был в 83-м году. Полетел в итоге в 90-м. Оказалось, что зеркало выполнено с браком. Как я уже говорил, тяжело очень добиться параболической формы правильной. И зеркало оказалось слишком плоское по краям с погрешностью что-то порядка 2000 нанометров при допуске в 30. Поэтому была чудовищная сферическая аберрация, которую через пару лет подлечили, просто слетав на орбиту по телескопу и установить на него корректирующие элементы. Ну и наследие Хаббла трудно на самом деле переоценить. Если вы открываете поисковик и на какую-то космическую тематику просите картинку, с очень большой вероятностью это будут снимки Хаббла. Потому что он их очень много успел поснимать. И это, наверное, самый известный его снимок. Кому-нибудь он знаком? Хорошо. Это Хаббл ультра-дипфилд, так называемый. Маленький кусочек неба в созвездии Печь размером примерно в 100 раз меньше диска Луны. И Хаббл на нем сосредоточился и копил оттуда свет с выдержкой 11 суток. В результате вот на таком маленьком кусочке оказалось 10 тысяч галактик. Ну и там буквально пару звезд затесалось просто, но так их вообще там не было видно. Этот участок неба казался абсолютно черным. Самый современный же вообще телескоп, существующий на сегодняшний день, это телескоп имени Джеймса Уэбба. Я думаю, про него вы тоже слышали. Он у нас совсем недавно полетел, уже активно присылает снимки. Такой большой галереи, как у Хаббла, у него на сегодняшний день нет, но это вопрос времени. Эта галерея 100% появится. У этого телескопа два таких серьезных преимущества. Первое, он смотрит в инфракрасном диапазоне, что позволит ему космологические наблюдения хорошо выполнять. Вселенная расширяется, и ультрафиолет, ультрафиолетовый свет самых первых массивных звезд, он растягивается до инфракрасного спектра, где как раз его поджидает Уэбб как раз в этот момент. И, собственно, диаметр зеркала и длина волны были выбраны именно с целью космологических наблюдений, подобраны. Ну и второе преимущество инфракрасного диапазона это то, что пыль для него становится гораздо более прозрачный. Что вот можно увидеть на сравнении снимков Хаббла и Уэбба. Хаббл совсем чуть-чуть может заглядывать в инфракрасный диапазон, Уэбб может заглядывать очень глубоко. И видно, что вот те есть детали, которые на снимках Хаббла выглядят как дымка, на снимках Уэбба уже выглядят полностью прозрачными. Это позволит наблюдать больше объектов, расположенных за облаками. А большинство объектов в галактической плоскости у нас расположено за облаками газопылевыми. Ну и наглядная демонстрация, как это работает. Если в оптическом диапазоне не видно, что находится под мешком, то в инфракрасном уже для инфракрасного света этот пакет не является большим препятствием, и можно пронаблюдать, что там находится. Это совсем кратко излагать. Если какие-то вопросы будут с радостью, постараюсь ответить. Если вопросов нет, то можете на мой канал в Телеграме подписаться. Я там рассказываю, когда мы выезжаем на наблюдение. И зову вас туда тоже. Я думаю, да. Все, кто хотят, сейчас можно уже быстро к телефонам подписаться, чтобы как минимум не потерять. И, разумеется, вопросы, если есть какие-то, то можно их задавать. Ты не успел, мальчик, прости, там были раньше. А, по-моему, одновременно было. Да, но тут уже мое предвзятое мнение. Да, спасибо. Очень классная лекция. Вопрос такой. Вот если два слайда назад мы вспомним, то там было сравнение картинок с Джеймса Веба и с Хаббла. Вот, да. Соответственно, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, мои астрономические познания не такие уж астрономические, вот эти картинки это ненатуральные цвета. Да, совершенно верно. Вопрос, как выбираются цвета и насколько хотя бы это похоже вообще на реальность. Для Хаббла существует конкретная палитра. Она как называется, палитра Хаббла. Вы снимаете изображение в разных фильтрах, потом выбираете предполагаемый цвет того, что вы видите в этом фильтре. Сам телескоп все это видит в монохроме. То есть для телескопа это изображение черно-белое. В случае с Вебом все еще сложнее, потому что он наблюдает в тех диапазонах, где глаз не видит вообще. И там сам вопрос о постановке о какой это цвет, он начинает немножко терять смысл. В какой хотите, в такой и крастье. Да, если вам нравится в такие цвета, а красить фотографию, вам никто не запретит. Я думаю, переходим тогда к следующему вопросу. у меня вопрос такой будет глупый. Зачем нужны наземные гигантские телескопы, если есть очень эффективные орбитальные? Так для чего же тогда, вы рассказали, строится в Чилийской пустыне и так далее, вот эти все будущие? Хотя, вот, пожалуйста, Джеймс Уэбб, прекрасные результаты. Прекрасные результаты за 10 миллиардов долларов. За 10 миллиардов долларов вы можете построить много наземных обсерваторий. То есть вопрос экономики бюджетов. Это, я бы даже сказал, диверсификация рисков. Да, скорее так, потому что вам выгодно иметь много разных телескопов. Наземные дешевле, но их может быть больше. Космический один, но зато его данные можно перепроверить наземными, если он действительно что-то хорошее, интересное нашел. Поэтому они не исключают друг друга, а только дополняют. Что ж, я думаю, есть у нас время еще на один, максимум два вопроса. Тогда можно будет от меня небольшой? Я думаю, за последние, наверное, 30 лет так точно очень сильно увеличилось количество светового загрязнения в черте города. Понятное дело то, что с большими телескопами нужно выезжать за город. Вопрос у меня следующий. Насколько реально сейчас из города наблюдать какие-то объекты и даже вот более практическое русло этот вопрос еще переведу. Насколько возможно за счет этого, например, разнообразить и улучшить астрономию для тех же школьников? С точки зрения практической, исходя из школы, если есть возможность купить телескоп. Ответ очень простой. В городе видно только Луну и планеты. Галактики, туманности, шаровые скопления, все, что представляет из себя более-менее разнообразный зоопарк наблюдаемых объектов доступны только и исключительно на хорошем небе. Есть буквально пару туманностей, признаки которых можно увидеть на городском небе, но без единой детали. Спасибо. И вам спасибо. Есть, есть. Появился еще один вопрос. Я думаю, это будет заключительный, мне кажется, вопрос будет у нас на сегодня. Спасибо за реакцию, очень интересно. Расскажите, можно немножко подробнее, как в катодиоптриках побеждаются большая часть аберраций? То есть, например, если там используются линзы, то значит, она сама по себе хроматические аберрации дает. Это таким же образом побеждается, как в апохроматах, а потом, и вообще, как это? Грубо говоря, вы правы. И любая схема, которая подразумевает комбинированное использование что линз, то зеркал устроено таким образом, чтобы аберрацию одного элемента компенсировать аберрацией другого элемента. То есть, по сути, это так работает. У нас два компонента, в данном случае, линза и зеркало, как в Максутове. Каждый из них имеет мощную аберрацию. В Максутове вообще зеркало сферическое, как правило. Но линза подобрана таким образом, чтобы дать на входе аберрацию, которую это сферическое зеркало исправит, а не усугубит. Просто подбор. То есть, один элемент компенсирует другой. Да, именно так. Делает неправильно, чтобы потом было правильно. Все верно, да. А можно еще один небольшой вопрос? Конечно. Немножко странная идея, возможно. Ну, теоретически, сейчас вроде как на Луну особо не летают, но теоретически, если построить телескоп на ближайшем к нам спутнике, по идее, то есть, там нет атмосферы практически, но есть твердая Земля под ногами, насколько это может быть в каком-то будущем реализуемо и перспективно? Скорее всего, в этом большого смысла нет, потому что, если вы хотите наблюдать что-то в космосе, то вам гораздо проще развернуть спутниковую группировку, и она будет, ну, на любом теле Солнечной системы вы сможете иметь какой-то фиксированный размер, не превышающий размеров тела этого Солнечной системы. А вы можете запустить, не знаю, там взять, 30 спутников, объединить их в интерферометр, запустить их на орбиту Земли, и вы получите телескоп размером с орбиту Земли. Поэтому, ну, мне кажется, мало перспективны обсерватории на других телах Солнечной системы. Мне кажется, единственная вероятная возможность этого, это если использовать непосредственно ресурсы с этого самого тела космического. Да и то, наверное, не рентабельно будет. Ну, вероятнее всего. Что ж, спасибо большое. Здесь для вас с лекции телескоп, инструмент астронома был Никита Капитанов, сотрудник Нижегородского планетария имени Гречка. Можно поаплодировать, мне кажется, это было прекрасно. Ну и на этом на сегодня хотелось бы сказать большое спасибо всем тем, кто был с нами и попрощаться. Надеюсь, что ненадолго сказать «до новых встреч» это явно не последняя лекция и будем стараться для вас еще и больше. Будем стараться популяризировать науку, делать ее проще и понятнее. Ну а сегодня говорю вам до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok